Здравствуйте, друзья! Спасибо, что пришли на лекцию. Я постараюсь разбавить жестокую астрофизику какими-то красивыми картинками и как-то покороче, проще рассказать про реальные, мне кажется, интересные вещи. Мне отчасти очень приятно, что Марат упоминал проективным метром. Я, собственно, тоже учился в Аспирантуре и зачастился, и как раз моя динферситация была посвящена проекту Элеметрону. Там, собственно, интересно, что зеркало телескопа очень холодное, примерно 4 кильвина, это как жидкий гелий, и нужно было, чтобы зеркало было холодным долго. И вот мы с друзьями и коллегами делали специальные такие экраны, которые укрывали очень холодное зеркало телескопа от солнечного света, чтобы оно не нагревалось. Это была модернизация, ну и, собственно, другими разными интересными вещами я вот занимаюсь и продолжаю заниматься. Так-то вообще я инженер и занимаюсь как раз железками. Да, так вот, собственно, вот спутник Маяк. Кто не слышал про спутник Маяк? Немного, это хорошо. Да, сейчас я расскажу, что это такое. Ну, собственно, вот на картинке показан космический аппарат Маяк. Это вот его конфигурация на орбите. Сам спутник до старта на ракете очень небольшой. Вот я сейчас показываю все руками. Это реальный размер. 100 на 100 на 30, 40 с половиной миллиметров. Это реально очень небольшой. Вот он выходит на орбиту, открывает такую большую светожающую пирамиду размером ребра 3 метра. И вот все, что с ним связано, с этим спутником, некие, что ли, его основные, ну, интересные моменты, да, я сейчас пытаюсь это сказать. Итак, собственно, зачем мы этим проектом занимаемся? Ну, вот вы, наверное, знаете, да, что спутники вообще очень непросто запускать. Вот если почитаете, что написано на порту вот этого памятника, который находится над нами, там написано, что ценой кеоретических усилий был запущен первый искусственный спутник Земли. Но если походим по музею, тоже посмотрим, что там спутники вообще довольно, такие, знаете, и большие, и сложные, и тяжелые. Ну, вот мы, собственно, пытаемся показать, что спутником можно заниматься не только для какой-то вот такой вот явной пользы, да, что вы хотите деньги заработать с помощью спутника, делайте спутник. Или, например, хотите кого-нибудь из космоса взять и убить. Для военных, да, это уже очень полезно бывает. Но что же вам делать, если вы хотите взять и просто как-то помечтать о космосе, ну, как-то конкретно. То есть не как бы вообще-то, знаете, там, как-то ходить, смотреть на звезды и грустить, или, например, там, лайкать в контакте какие-то фоточки, там, астрофизиков, а что-то вот, ну, как-то вот сделать по-настоящему, как к этому прикоснуться своими руками. То, вот, собственно, наш проект «Маяк» он как раз про это. Мы начали, собственно, ну, как-то в этой области работать, поняли, что там есть гигантское количество бюократии, которое в целом можно описать вот такими словами. Да, ну и, собственно, мы начали наш тяжелый и долгий путь к тому, чтобы все-таки проект «Маяк» осуществился. И вот, собственно, в следующем ролике, да, можно посмотреть, в чем идея «Шмутника Маяк». Ну, в общем, идея в том, что у нас вот есть как-то современное состояние космонавтики, да, вот оно превратилось в большой степени в музей. Люди, летающие по орбите, они смотрят на далекие звезды как-то издалека, и американские роботы нашего охота находятся долгое время на, как бы, далеко, ну, недоступные нам. И есть люди, которые о чем-то мечтают и что-то хотят сделать. Вот мы мечтаем, собираем идеологические брюки друзей, пытаемся из них отоплотить команду, и решаем увидеть просто у нас какой-то объект. Вот мы этот самый объект делаем с вами «Лукаве», проводим нам какие-то испытания. Вот в нашем случае это совершенно реальный мультик по мотивам нашей, как бы, жизни. Мы запускали наш «Смутник стопро-сферу», испытывали там на высоте примерно 20 км. И тут мы все дружно решаем, что надо запустить в космос «Смутник». Делаем его для запуска на орбиту, выводим на орбиту, он раскрывается, и люди, которые ходят как бы совершенно ни при чем, ходят по земле и смотрят в небо, и тут появляется наша прекрасная сияющая звезда, обращающая себя в золото людей, и, собственно, расчет на то, что люди по всему миру посмотрели на наш прекрасный «Смутник» «Маяк», который будет яркой самой звездой. Все подумали о космонавтике, и все бросились через космос. Ну вот, как-то примерно на таком ключе. Если интересно, можно потом мультик найти, посмотреть, что уже я спросил уже. План такой. Что мы делаем, чтобы этот план как-то был осуществился? И вообще, не важный вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы действительно люди захотели заниматься космонавтикой? Заниматься не в том смысле, что вы, опять же, смотрите на это дело со стороны, а чтобы вы могли бы этим заниматься непосредственно лично, то есть поучаствовать самому. И вот тут есть интересный вопрос. Вы даже думаете, что спутники делают это очень просто. Ну, как бы вот собрались, там скрутили из каких-то железок какие-то штучки, скрутили в космос. Но это не совсем так. Вот у нас вот есть ожидания, как вот так представляется в общих чертах у разных людей. А вот есть реальность, это потроха вполне реального спутника «Аврора». Это первый российский частный спутник компании «Спутникс», который полетел в 2014 году в космос, и там до сих пор он находится. Видно, что спутник, он здесь небольшой, вот буквально, как сами говорят ребята, размером примерно с ведром, и внутри него находится камера для съемки земли. Но спутник все-таки довольно сложная штука. И мы подумали, естественно, с самого начала, что давайте поставим на спутник камеру и будем как-то, знаете, снимать землю и всем показывать, что, друзья, это очень круто и очень просто. Но если подумать чуть поглубже, да, что вот у нас вот есть камера, чтобы она работала, требуется, чтобы на борту спутника была система ориентации, чтобы камера не просто болталась, а как-то смотрела на землю. Чтобы были какие-то системы радиосвязи, с помощью которых можно было бы полученные снимки на землю передавать. И чтобы были какие-то вообще солнечные батареи, потому что нужно вообще работать долго. Но тут вот так показано, условно, гигантское количество бумажек, необходимое для получения разрешения на съемку из космоса, на радиосвязь, для связи, между прочим, на всей планете Земля. Это как у нас, кстати, купить какой-нибудь передачик, поставить его на доме, это одно. А тут нужно на всей планете Земля получать разрешение на радиосвязь. Это, в общем, довольно внутренний вопрос. И вообще говоря, чтобы человеку, у которого космос интересуется, некий условный космический энтузиазм, энтузиазм, извините, как-то с этим спутником, с камерой взаимодействовать, нужно вообще быть радиолюбителем и иметь такую приличного размера антенну. Скажите просто, у кого она есть? У меня лично нет, я руку не поднимаю. Ну и потом лет дальше. Окей, хорошо. Вот мы убираем камеру, и хотя бы чтобы спутник пищал радио из космоса. Тоже, знаете, как бы довольно много чего нужно сделать. Солнечная батарея, чтобы долго все это работало. Бумажа, конечно, поменьше, потому что у нас нет камеры. Можно просто радио вещать из космоса, но как бы все равно. Но, тем не менее, все-таки человеку нужно радио. Поэтому, конечно, нужно сделать спутник как можно более простой. Как можно более простой, чтобы можно было реально сделать силами друзей, в таких условно гаражных условиях, и чтобы он был при этом чем-то полезен. Поэтому изначально мы подумали, что можно купить кирпич. Ну, как бы, ну что, кирпич тоже спутник, в конце концов. Он уже практически-то вращается. Но понятно, что в состоянии много сотен километров спутник наш как-то особо не виден. Поэтому мы пришли к выводу, что надо сделать такую штуку, которая была вам показана на первом слайде. Пирамида, да, которая светится в космосе, отражает солнечные лучи, и мы видим их, вот эти вспышки на Земле. У нас требуется, ну, действительно, собственно, солнечный отражатель, минимальное количество бумажек, потому что мы ничего из космоса не передаем и, как бы, ничего не снимаем. Ну и, собственно, человек наш, вот самый условный космический энтузиаст, может посмотреть собственными глазами на небо и видеть там этот спутник. Убедиться, что действительно он сделан, собственно, своими руками и вот в этом уровне поучаствовать. Ну, собственно, вот эти тезисы здесь как раз и обозначены. Сделав такой космический аппарат, можно сделать, ну, как бы, его... То есть, его можно реально сделать. Вот это самое главное, что ли, его преимущество. То есть, делать его можно, конечно, и что-то большое, сложное и, там, гигантское, но вот сделать можно, вот, по нашим представлениям, что это такое. Маленький такой приятный бонус, то, что вообще этот спутник может бороться с космическим мусором. Каким же образом? Ну, все знают, что гигантское количество спутников вращается на разных орбитах, космос, там, где засорен. Это, конечно, не так все ужасно, потому что спутников все-таки пока не так много, а космос все-таки пока очень большой. Но, тем не менее, если говорить про низкие орбиты, там мусора довольно много. Это где-то вот здесь, вот смотрите. Видите, там куча точек. Довольно много этого самого мусора. Хорошо будет сделать так, чтобы спутники, те, которые находятся на битве, побыстрее туда сходили. Он, скажем, сломался или, скажем, просто уже не нужен, и чтобы он там не оставался, не работающим спутником на борту, ну, на орбите, а как-то потихонечку спускался вниз. Поэтому, если сделать спутнику вот такую вот пирамиду, не обязательно что-то, знаете, сияющее, и там в лучах солнца всех поражать, просто что вот есть какое-то большое устройство, легкое и имеющее большую площадь, это будет каблокет тормозной парашют, и спутник потихонечку, ну, скажем так, потихонечку, не потихонечку, за несколько месяцев сможет спуститься даже большой. Вот наш маячок, спутник, который называется маяк, вот он имеет такие размеры, да, 100 на 100 на 340 мм, с пирамидой, он существует на орбите, ну, по нашему цене 25 суток, а если без, собственно, пирамиды, то будет существовать несколько лет. Он неизбежно сломается на этапе, собственно, этого полета и будет много лет существовать в качестве космического мусора. А так мы, собственно, можем вот наш спутник или какие-то другие спутники каким-то образом с орбиты сводить. Ну, собственно, как-то предлокация будет выглядеть вот в небе. Мы, собственно, начали делать проект с 5 марта 2013 года, прошли долгий путь, вот Рома рассказывала то, что мы в прошлом году провели такую открытую защиту нашего проекта, можно было прийти послушиваясь, задать вопросы, ну и, собственно, сейчас тоже можно задать вопросы, конечно же. Но, собственно, есть некоторые выводы, да. Самое, наверное, главное, что мы работаем энтузиастами. Ну, то есть вот я и друзья мои, все мои, собственно, участвовали в проекте, они за 40 рублей не получают. Мы работаем энтузиастами. Естественно, энтузиазм у людей выгорает. Плюс ко всему вот непонятно было, как вообще мы собрать деньги на такие проекты. Понятно, что не хочется кланяться каким-нибудь военным или чиновникам, нам хочется вот друзья видеть, действительно друзьями собраться и построить спутник. Естественно, получать и гранты и прочее, но это, мне кажется, не то. Поэтому, как деньги насобрать, ну вот, я чуть позже об этом расскажу. Ну, наконец, общественная скепсия, да, что, ну, зачем запускать космос-пирабиды? Зачем? Ну, это, давайте построим что-нибудь серьезное, что небольшое, наращающее научные задачи. Только поверьте, друзья, что построить, вот так вот взять, вот с друзьями построить, без каких-то сложных лабораторий, заводов и там миллиардов денег, спутник, который был бы, ну, серьезно сложнее, чем кто-то делал и мы, это невозможно. Как человек, который делал футники вот до этого, честно вам скажу, что вот так вот не получится. Итак, подробнее по этих вещах. Вот, собственно, команда проекта, которая, это такое было замечательное место, Дом на дереве называлось, только первое, наверное, на истории человечества антикафе. Вот, собственно, мы сидим за столом в этом спирительном месте и обсуждаем начало нашего проекта. Вот, собственно, команда проекта на защите в Курингу Гутенберга, в июле прошлого года. Можно посмотреть, кто повторился. Да? Какие лица тут знакомые есть? Скажу вам честно, что вот фактически только я один из них, собственно, от всех остался. К сожалению. Интересная вещь про финансирование. В 2014 году, ну, с начала проекта, мы собирали деньги для того, чтобы, ну, провести доработку проекта от идеи до какой-то технической реализации, и провести его испытания. Это как раз испытания в статусфере, в которой были мультики. Мы собрали 407 тысяч рублей, из них там, после налогов, все прочего, дошло до работы примерно 250 тысяч, и мы на эти деньги смогли спустить в статусферу на 20 километров вот такой красивый макет нашего аппарата, который слетал вот, собственно, на такую большую высоту. Тут интересные всякие, можно объяснить штуки. Вот такая информация, я обычно не коммуникаю, она для тех, кто интересуется краудфандингом, вообще она довольно интересна. Вот это, собственно, страничка нашего проекта «Космический спутник с игроками» на платформе BoomStarter. А вот, собственно, то, что там в недрах скрыто. Вот такой небольшой мягкий кодайпик – это начало проекта, когда люди его узнали, и как-то те, кто были заинтересованы, заинтересовались, начали сдавать деньги. Вот это публикация, скажем так, известного космического блогера «Зеленого кота». Кто знает, кто такой Виталий Егоров? Отлично. Вот, собственно, мы с вами принесли вот такой маленький всплеск к этому проекту. В конце, ну, все бросились помогать, там осталось немного, и видите, такой был резкий всплеск, который позволил набрать целую церковную сумму. В проект, в котором мы сейчас собираем деньги, собираем уже не 400 тысяч рублей, а полтора миллиона. Это вот буквально два часа назад было вот столько. Спутник называется «Космический спутник-маяк», ну, в смысле, проект называется. У нас осталось не очень много времени на завершение, но у нас очень интересный график сборов. Ну, тоже такие, знаете, характерные всплески. Начало проекта – публикация Виталия Горова. Ну, собственно, он поддерживает это очень хорошо. Но очень неожиданно, что про нас написал такой вот интересный видеоблогер с ником Topless. Ну, вот такой вот у него ник, я не знаю почему. Но вот он написал, и за сегодняшний день мы собрали больше сотни тысяч рублей. Тут, собственно, два часа назад было вот 98, и сейчас уже стало еще больше сотни. Это, собственно, как раз вопрос о популяризации космонавтики и вообще других разных интересных вещей. Возможно, ну, я тоже занимаюсь с ними лекцией, да, и вот сейчас перед вами выступаю. Возможно, друзья, как-то мы все-таки делаем что-то не то. И лекции читайте, и вот ВКонтакте, и и Фейсбук, и все прочее. Может быть, как-то нужно другими вещами заниматься. Ну, это так. Итак, про вот интернета, да, что с кем нас только не сравнивали, и вот упомянули вот такие замечательные пирамиды, и упомянули Тед из Обливиона, сравнили с какой-то церкви, я не знаю, какая есть в реальной стиле. Вот, ну, естественно, потрясовали из-за смерти. Вот, ну, с учетом всего мы беремся вперед, деньги собираем, и, несмотря на то, что, ну, как бы, если мы не соберем деньги в России, мы будем запускаться за рубежом на кикстартере, ну, и если нам будет совсем тяжело, мы делаем за свой счет, ну, потому что мы довольно многого не вложились, и нам интересно отойти до конца. А для тех, которые нас смотрят, вообще это может быть неким, ну, что ли, поводом для сдачи денег просто так, да, что вы деньги заёте, вы участвуете в проекте, можете прийти к нам поработать. У нас не хватает рабочих рук, мы проводим большое количество испытаний нашего аппарата, скоро уже должен прилететь, вот, в июле этого года, и работы много, будет желание приходить. Какие пользы вообще от, ну, как бы, широким общественным народным массам, да, нашего проекта? Вообще мы показываем, что такие вещи делать, в принципе, можно. Ну, вы как-то знаете, да, что коснафтика, там, вот, сложная, дорогая и куча бумажек, а мы пытаемся показать, что, в принципе, занимаяся темпом работы с друзьями, это сделать можно. Ну, или не покажем, если у нас не получится. Второй пункт. Вообще, всё, что мы делаем, мы публикуем. Вот у нас есть большая папка Dropboxy, которая куча всякого хлама валяется за два года проекта накопленного. А когда мы заканчиваем это делать, мы всё это нормально сортируем, публикуем, начиная от первых людей расчёта звёздной мещины, заканчивая программами испытаний и, собственно, отчётами испытаний. Ну, наконец, третье самое главное. Мы вообще занимаемся популяризацией космонавтики. Вот таком самом, знаете, необычном виде. Популяризация космонавтики с помощью космонавтики. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что здесь временные вопросы. Если бы вопросы задавайте, я постараюсь на всё равно ответить. А вы можете рекламу транслировать на всё небо тогда что-то? Нет. Почему? Заместить много спутников и написать слово марта? Дело в том, что если так сделать, то спутники создадут рекламу только на одно мгновение. Потому что из-за размещения орбиты они очень быстро разойдутся. А? А то вот вам идея не бывает. Ну, к сожалению, эта идея не очень, во-первых, новая, во-вторых, воплотима. Ещё вопросы есть. Вопрос. Ваша карьера должна раскрываться. Я так понял, да? Всё так. А вы знаете этот проект неудачный, искусственное светило, когда зеркало из фольги не раскрылось? Вы как-то всё учитываете, да? Вы, наверное, имеете в виду проект Знамя 2. Я вот, честно говоря, не помню название, но большой, большой из фольги и зеркало должно было освещать, допустим, какой-то город. То есть искусственное светило. Я думаю, что это был проект Знамя 2. Вообще, судя по индексу проекта, их было несколько проектов. И те товарищи, которые делали проект Знамя 2, в том числе и кафедры Вангутуни Баумана, они учили меня. И вот спутник-маяк, он как раз такой вот пирамидальный, из такой вот конструкции, потому что, ну, я, собственно, опыт этих старших коллег, ну, собственно, им воспользовался. Так что я в курсе. Главное, чтобы развернулось. Да, у нас, собственно, большое количество светланий как раз этому освещено. Там, собственно, можно залезть вот на бунстартер, там есть обновления, и там есть красивые, собственно, фотографии с наших испытаний. Опять же, можно к нам приходить, смотреть, если будет желание. Мы все показываем, рассказываем. Ничего не скрываем. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Какая будет система запуска? На чем вы полетите? Мы запускаемся на Союзе-2 с фрегатом в июле этого года. Там запускается большой спутник Конопус, Конопус В и К. Вот нам один из контейнеров на этом, собственно, ракете, нам бесплатно вроде бы, ну, я надеюсь, просто космос предоставляю. Да, пожалуйста. Чем это часть ваш второй проект как первого? А какой второй термо? Ну, вы там показывали, например, 400 тысяч собирали, или это просто часть была первого, одного проекта? Ну, вообще, это спутник Маньяк. Мы делаем спутник в течение двух лет. Первый раз мы собираем деньги, чтобы довести его от первых отчетов, идей, до чего-то материального, запустить эту материальную в статусферу, чтобы там запустилась, расширковалась, все прочее. А второй проект мы собираем на то, чтобы запустить его в космос. То есть мы, я надеюсь, соберем деньги в России, соберем за рубежом и запустим это дело все этим летом в космос. Да? Сколько было сложно практически статусферу запустить? Я имею в виду, там же тоже наверняка, ну, надо бы что-то согласовывать, чтобы это не попало в самолет, еще что-то. У нас вот есть в команде единицы фремов, у него есть сайт прекрасный, нейроспроект.ру. А то он занимается этим запуском уже года три. У него есть все необходимые разрешения, включая лицензию ФСБ на такие запуски, договор с Генштабом и даже, собственно, согласование каждого запуска с Росавиацией. Поэтому, наверное, все-таки это единственный человек в России, который может такие запуски делать совершенно легально. Поэтому, в этом смысле, проблем бумажных именно не было. Были и проблемы технические. Да? Корректировка арбита как происходит? Никак. В том-то и дело, что спутник очень простой. Он состоит из пленки, которая разворачивается. Это, собственно, не фольга, это 5-микронная полимерная пленка с металлизацией. Механизм развертывания пленки, батареи химических, там нет солнечных батарей. Бортового компьютера, который всем делом управляет. И маленького проективного двигателя, который, собственно, дело все закручивает. Собственно, все. Там нет ни системы ориентации, нет маршевого двигателя установки, нет радиосвязи. Вот это... Его нужно, чтобы он вышел из контейнера, вышел на правильную орбиту. После этого он раскроет пирамиду, закрутится и будет вращаться, пока не сойдется орбиты. Да? Пожалуйста, еще. Да? Он сойдет с орбиты за 25 суток, по нашим расчетам. И с того, что орбиты его проходят через полюса, его увидят люди на всей планете. Вот и все. Ну, собственно, люди это увидят, да, идея наша такая, что человек выходит случайно, совершенно неожиданно для себя, видит вспышку в небе, гуглит, что там за вспышкой в небе и видит, что это спутник Манякс, сделанный руками энтузиастов. И раз какие-то, ну, обычные люди из России смогли построить такой спутник, почему бы ему там в северной Африке или где-нибудь там, не знаю, люди из Америки не построить спутник свой? С друзьями, вот, вечером после работы. Да? Да. Когда в южной Африке потом проводят терапию спутник, у вас вас тоже выделяется спутник? Вопросы, кстати, очень интересные. Если эти люди будут учиться в Бургских университетах, то да. Если вы, там, вот, на выходе из Северной Африки и приехали учиться в вашем настроении, где вот я имею честь работать, при, пожалуйста, мы вас подключим в команде и будете запускать спрос на спутники. Зависплатно даже. Да? Вопросы, может быть, яркие, если сравнивать с объектами? Вот тут вообще большая дискуссия в интернете, потому что, когда мы оценивали, ну, представляем возможность этого проекта, мы оценивали, что у нас получается звездная ветчина минус десятая, это, ну, примерно на пол звездной ветчины ярче, чем вспышки и рюдиума. Вот, действительно, самый яркий объект на небе. Вот Луна есть, да, следующая, это вспышки и рюдиума. Сейчас из-за того, что у нас есть понимание, что наша зеркалка, ну, собственно, будет вот такая волонистая, не идеальная, у нас будет меньше звездная ветчина, но сейчас мы пытаемся наценить на сколько? Вот, собственно, у нас, я бы говорил практически в интернете, да, что она такая разная была, и часть была совершенно не конструктивная, часть была конструктивная. Ребята, которые нас критиковали по делу, они сейчас с нами рассчитывают вообще вот эту самую звездную ветчину. Ну, тут тоже будет видимый объект, но только надо сейчас понять, насколько это все-таки будет видимо. Частота вспышек какая, например? Тут очень тяжело, опять же, об этом говорить, потому что у нас объект дериентируемый, и скорость после отделения мы знать не будем. Мы будем закручиваться вдоль одной оси до оборотов примерно один оборот в секунду. Но как это возьмут в пространстве ориентироваться, так же, ну, непонятно. Мы ожидаем, что, ну, за время пролета, такого типичного пролета пятиминутного, вы увидите несколько секунд на ее. Вот, сейчас мы, собственно, пытаемся это внятно уже оценить. У нас есть конструкция аппарата, есть понимание, как его считать, и сейчас пытаемся уже точно об этом всем сообщить. Да, пожалуйста. Начальный у нас старт, что-то километров. Там выводится на торпеде Конопус, и Конопус, собственно, ну, там будет летать, а мы будем потихоньку выпускаться ниже. Еще вопросы есть? Да? А у них, которые запускали в трензосферу, и в пуни, которые в результате армии тут один и тот же аппарат или два раза? Ну, там вообще был макет, в котором мы пытались проверить основные решения, и, в частности, поняли, что наш там один механизм в раскрытии вот таких самых пирамид, он, технику первого, который мы делали, он не работает. И сейчас мы, собственно, переделываем под второй механизм, переделывали уже под второй механизм, и, ну, собственно, как раз была польза от этих самых испытаний. Да, пожалуйста. А не помешает ли данный спутник вдруг, ну, всяким телескопом по миру, расположенным в лабораторием, в санаторием, наблюдать за небом? То есть они в течение месяца сделают кучу открытий, а, кажется… А у меня… Вокновитель спутник глазами в небе. Вокновитель спутник в небе глазами. Вокновитель. Вот лично вы. Нет. Вот если вы выйдете как-нибудь путешеходом или ночью на небо, посмотрите, то там будут такие яркие белоточки, ползущие по небу. Их вообще огромное количество. И спутников вот так. Поэтому в основном уже со мной с 57-го года привыкли. Поэтому проблем особо не будет.